Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию тема Марты Жизнь на новой земле. Истина в ее божественном понимании. Сколько споров на эту тему? Сколько всевозможных эмоциональных выбросов? Дорогие друзья, истина у каждого складывается на основе собственного личного опыта. Ну вот, настало интересное время, когда мы с вами переучиваемся вместе. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего вчерашнего послания сегодня мы поговорим о том, с чего вам нужно начать, чтобы приблизить то время, когда люди будут существовать в едином энергетическом пространстве безусловной любви. Мы уже много говорили о том, что в дуальном мире человеком в основном правит ум, а не душа. И его ненасытный ум требует себе все больше и больше пищи. У вас даже возникло такое выражение, как пища для ума. И ваш ум жадно поглощает не только самую разную информацию, но и энергию, которую она в себе несет, поскольку одно без другого не существует. Любая информация, каждое слово всегда несут в себе ту или иную энергию. И в трехмерном мире это в основном энергия разделения, поскольку и сам этот мир дуальный. Принцип разделяй и властвуй распространяется здесь на все, буквально на каждое произнесенное человеком слово. И вы можете наблюдать это повсюду. К сожалению, дуальность, как ржавчина, въелась уже в эзотерический мир, где каждый сайт, каждый контактер, каждый гуру пытается скрыто или явно доказать свою правоту. Но их красивые и правильные слова зачастую несут в себе очень низкую энергию, а ее скрыть уже невозможно. Именно чувствование энергии, а не слов, отличает пробудившегося человека от тех, кто еще пребывает в глубокой спячке трехмерности и принимает за чистую монету все то, что пытаются донести до него словами. Поэтому, родные мои, я так часто повторяю вам одну и ту же фразу. Пришло время энергий, а не слов. Глубокое понимание этого и станет для вас первым шагом к новому виду общения. Сейчас умение жонглировать словами стало для многих людей чем-то сродни спорту. Они погрязли в демагогии, бесконечных спорах и рассуждениях, что на самом деле не рождает истину, а уводит от нее все дальше и дальше. Но когда на смену вашему неугомонному уму придет душа, тогда истина начнет действительно проявляться вовне. А что же такое истина в ее божественном понимании? Если в дуальном мире у каждого своя правда, в зависимости от уровня его сознания, образования, воспитания, семейных и религиозных традиций, то в однополярном мире лишь одна истина. И состоит она в том, что каждое живое существо рождено для того, чтобы на время, отделившись от целого, вернуться к нему с подарком, новым бесценным опытом, приобретенным в том или ином измерении. Это божественная суть каждого человека и смысл его существования. Если в дуальном мире человек приобретает этот опыт через боль и страдания, то в однополярном мире через радость и счастье, творчество и вдохновение, через максимальную реализацию своего божественного потенциала. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Истина в ее божественном понимании». Маленькое дополнение. Если вам еще все хочется спорить и вы понимаете, что вы находитесь в трехмерных энергиях, но если вы уже хотите выйти из споров и хотите приблизиться к однополярному состоянию, то вы должны все объединить, все сложить вместе, все принять как существующее, как кому-то необходимое. Вы уже понимаете, что есть много всего, но что вы привлекаете к себе, что вас интересует, в чем вы себя размещаете. Дорогие друзья, я сегодня предлагаю коллективную программу, очень простую. Я здесь и сейчас, в своем настоящем размещаю себя в божественной истине, настолько, насколько сегодня вообще это возможно. Я в божественной истине, до моего полного возвращения в миры света. С вами в активной реализации.